Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я рада приветствовать вас! И сегодня у нас продолжается путешествие по Китаю. Будет очень много нового, интересного, экзотического. В общем, вам понравится? Не переключайтесь, смотрите нас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ребят, в Китае идет очень жесткая борьба с коррупцией за снидительство государственного имущества, смертная казнь. Ребята, сейчас вы наблюдаете дома, недостроенные коттеджи. Эти дома принадлежали людям, которые украли деньги со строительства дороги, по которой мы сейчас едем. Их поймали, расстреляли, а семьи сделали изгоями. То есть борьба с коррупцией налицо. Эффективно очень. Ребята, а сейчас я предлагаю вам посмотреть на китайскую школу. Здесь учатся простые дети китайские. В общем, пойдемте посмотрим поближе. Китайцы очень любят своих детей, как известно. Очень трепетно к ним относятся. В 4 часа дня заканчиваются занятия, и родители приходят забирать своих детей, даже старшеклассников. Если родители не могут, они работают. За каждым ребенком обязательно закреплен человек ответственный, который забирает, смотрит за ребенком. Это может быть бабушка, дедушка, няня наверняка. Пойдемте, я покажу вам поближе, как там все происходит. Вот они сейчас гуляют. У них физкультура, наверное. Посмотрите, какое здание учебное у них. Очень все красиво, чисто, обустроено. Посмотрите, газон какой. Как на стадионе, на лучшем, наверное. Все дети в специальных формах. Дети резвятся, играют, проводят свое время свободное. В общем, дети есть дети. Очень интересно за ними наблюдать. Похоже на частную школу, если честно. У нас такого нет, к сожалению. Есть к чему стремиться. Это отличный пример, по-моему. Ребят, экономика Китая шагает своемильными шагами. Ставки на ипотеку от 2,5%. Это до 5 лет. А выше 5 лет 3,5%. Нам бы так. Сейчас идет 19-й съезд КПК. И первый тезис был таков, что к 2020 году создать среднее зажиточное общество. И я уверена, что они этого добьются. Хочу обратить ваше внимание на ширину тротуара, ребята. Посмотрите, какие улицы. Гранитом все отделано. Это гранит, да? Очень комфортно ходить. Можно даже на каблуках прогуливаться. Потому что дешевое такси. Всегда можно доехать туда, куда тебе нужно. Это недорого. Это не роскошь у них считается. Ребят, все вы знаете, что мы недавно были в Корее. Корея отличается особой чистотой. У них даже тротуары моют с шампунем. Вот там очень чисто. Китай не отстает, я смотрю. И уже на уровне. То есть я не вижу вообще мусора на тротуарах, на дорогах, у магазинов. Очень чисто стало. В общем, молодцы. За это им похвала. Ребят, вот такие современные рикши. Очень симпатичные, на мой взгляд. Красного цвета. Они уже не на педалях, а прям как машина. Газ, тормоз, все у него тут есть. Нихао. Маша, привет. Давай откроем. А, не открывается? А, вот. Красота. В тюльпанах все. В коврах красных. Китайский стиль. Это китайский шик. Ребят, перед вами вход в подземную торговую улицу. Пойдемте посмотрим, что нам там предлагают. Ребят, мы зашли в супермаркет, который находится под землей. Вот, смотрю, мясо различное. У них вот меню. Каждый кусочек там называется как-то по-правильному. Можешь выбрать любой. Полкило, 100 рублей будет. У них все цены, как вы помните уже в предыдущих выпусках, я говорила, за полкило. Вот. 80 рублей. 160 рублей. Очень много зелени. Большой выбор. Все такое свежее. Прям хочется. Я так хочу уже кушать на самом деле. И смотрите, какой интересный подход у них. Правильный, я бы сказала, подход. Зелень увлажняется специальным устройством, чтобы не обветривалось. Целикой шпинат. Прям очень. Он аж хрустит от свежести. Ой, хочу есть. Этот супермаркет открылся недавно. И пользуется очень большой популярностью у местных жителей. Ну, мне здесь очень приятно находиться. Здесь чисто. Все в специальных формах. Аккуратно разложен товар. Очень аккуратно, я бы сказала. Смотрите, как перец прям уложен. Красивенько все. Все очень чистое. То есть руки не испачкаешь. Чисто. Ребят, кто знает, как это правильно называется? Пишите комментарии. Но, я так понимаю, это семейство бобовых. Вот, видите, различная фасоль у них. Вот эту, кстати, я обожаю. И строчковую люблю. Вообще фасоль люблю. Но вот эту я не пробовала. Ну, видела где-то. Не помню даже где. Но у нас такого точно нет. Свежая креветка. Цена за полкило 400 рублей. Кальмар. 200 рублей килограмм. Ой, полкило. Забываю сама. Рыба, лосось. Вот это что за рыба, я не знаю. А вот это что за рыба. Камбала вижу. 130 рублей полкило. А вот живые рыбки. Сазанчики. Это маленькие сазанчики. Свежие. На уху пойдут. Здесь же, в рыбном отделе, зеркальный карп продается. Карп это очень вкусно. Я обожаю эту рыбу. Ну, главное, конечно, уметь вкусно приготовить. Ну, китайцы в этом мастера. Королевская креветка. Получается 220 рублей полкило. Маленькие-маленькие осьминожки. Вон, вижу. Тоже. 260 рублей полкило. Корюшка даже есть. Смотрите, ребят. Это не сайра. А, или это сайра? Ну-ка. Нет, корюшка. 130 рублей полкило. Желудки животных. Разделанные уже. Замаринованные. Ну, замаринованные, наверное, в уксусе в каком-то. 300 рублей полкило. Все выпечки выпекаются здесь, в этом супермаркете. Все очень свеженькое. 60 рублей. Вот это стоит. Булочки с корицей. Рисовые. Обожаю рисовую муку, как я уже говорила. Смотрите, вот что интересное я нашла. Бургер с курицей. Чикенбургер. 6 юаней. 60 рублей на русские деньги. Хлеб тостовый. Все, что я люблю. Все, что нельзя, ну, так всегда, наверное. Все, что нельзя, то и любишь. А вот такой я не пробовала вообще ни разу. Вот такие яичные желудки нарисованы. Из яичной муки, наверное. 3 юаня. 30 рублей вот это стоит. Ребята, у них тут много различных яиц. Но они какие-то у них такие смешные и традиционные. Не как мы привыкли. Каких-то пятнах. Сваренные непонятно в чем вообще. Я не знаю. Они поменяли цвет. Есть вот такие. 160 рублей получается. Вот это. Боже, я знаю, что это. Это за родыши. А, нет. Вот, смотрите упаковку. Они вот такие неприятно зеленые внутри. Вот. Ну, я слышала что-то такое, что это очень полезно. Кто знает подробную информацию, напишите. Поделитесь с нами. Мне нравится вот это больше всего. 430 рублей. Вот эта корзина стоит. Смотрите, как это клево. За яйцом сходила такая. Ребят, раньше считалось, был такой миф, что китайцы не пьют молоко. Они его пьют и очень даже хорошо пьют, как вы можете посмотреть. Здесь есть как соевое молоко, соевые продукты и молоко, коровье молоко. И всякие разные такие штучки молочные, десерты какие-то для детей. Я не пойму, это масло или какой-то чизкейк. Ну, непонятно, надо пробовать. Цена вот этой упаковочки 100 рублей. На нашу знакомую упаковку, ребят. Китайский данон. Йогурт здесь сколько пачек? Так и не посчитаешь. Ну, много, в общем, видите, да? Стоит 140 рублей. Вот это все. Видела китаянку с тележкой, с продуктовой корзиной. В общем, у нее было вот это в этом корзинке. Это соевое молоко в мягких пачках. Стоимость 20 рублей. Вот это все упаковочки здесь. 5 штук. Есть коровье молоко. Стоимость та же самая. 20 рублей вот это все. Ну, это тут, наверное, будет, ну, сколько? Пол-литра, литр, даже так не определишь. Ну, все равно дешево, на мой взгляд. Ребят, коровье молоко. На русские деньги 40 рублей литр. Производство Германия. Я вижу, видите, флаг немецкий. Даже здесь оно стоит так дешево. А у нас молоко. Можно вообще, не знаю, в трубу вылететь с нашими зарплатами. Ребят, нашла русский мед. Русское производство. Вот штрих-код тут 46. 500 грамм 90 рублей. Липовый мед. Натуральный. Все по-русски написано. Ну, тут для китайцев эти кеточку приклеили, конечно же. Ребят, вот наши покупки. Йогурт. Он вот этот я уже попробовала. Как видите, открыла, пока ехала, уже весь выпила. На глоток осталось. Он нереально вкусный. У нас в России таких нет совершенно точно. Какие я только не пробовала. Различные, да. Они какие-то все у нас жидкие. Вот этот он прям как сметанка. Такой прям. Такой вот вкусный-вкусный. Прям хочется пить и пить. Я обязательно еще приду сюда. Я буду пить их каждый день, пока я здесь нахожусь. Вообще очень. Я в восторге, честно. И цена 3 юаня. 30 рублей. Вот это все стоит 3 юаня. Одна баночка получается 7 рублей. Представляете? Вот так. Пойдемте дальше погуляем. Пойдем. Ребят, зашли в кофейню. Пора бы перекусить. Нагулялись, устали, если честно. Смотрите, что мы взяли. Покажу вам. Это традиционный китайский десерт. Не помню название, врать не буду. Но рецепт удержится в строжайшем секрете. Знают только его те, кто готовит. Ну-ка, вот так, в общем, секретно точно. Это как у нас птичье молоко в секрете, так и это. Вот это я вообще не знаю, что это. Такое волосатое, страшное, похоже на омлет. Буду пробовать. Она меня не понимает и не рассказала мне, что это такое. Ну, вот это сэндвич. Очень такой свежий вид у него. Там рыбка какая-то. Ну, и латте. В общем, все стандартно. Давайте попробуем. Ладно, кофе потом. Давайте, не буду вас томить. Так, сначала давайте вот это съедим. Очень вкусно. Начинка такая. Как будто это такой сырный мусс, очень нежный. И тонкое слоеное тесто. Очень вкусно. Ой. Как это есть? Я смотрю, опять же все едят руками. У меня прилипки крошки на губах. Наверное, вот так. Что там? Это какая-то булка. Ну-ка. Ну-ка. Какая-то цуженая рыба. Кисло-сладкий какой-то вкус. А еще в Китае принято чавкать. Вы знаете об этом? Если вы не чавкаете, значит, невкусно. Тесто мне очень нравится у них. Вот это рисовая мука кукурузная. Она такая легкая прям, вкусная. Сладкая, соленая. Все в сучу, короче. Вы не видите сейчас? Передо мной сидят китайцы. Три молодых человека. Они делают селфи. Они такие громкие вообще. Не знаю, слышно вам или нет. Очень громкие. Короче, они селфицы. А еще в Китае принято чавкать. Вы знаете об этом? Если венчавкаете, значит, невкусно. Тесто мне очень нравится у них. Вот это рисовая мука кукурузная. Она такая легкая прям. Она пропитана вот таким вот кремом каким-то. Я даже не знаю, что это, но очень нежный такой. Вкусно, в общем. А это рыба. Нормально вообще? Сочетание. Булочка сладкая, рыба и сельдереем сверху. Мне нравится.